Не хватает такого актерского нутра, который является собственно сутью, вот такой животной сутью, любой большой артист, он животное, большое животное. Органика, мощь, да? Иногда этому сопутствует интеллект. Иногда как-нибудь блестящий интеллект, как в случае с Янковским, с Олегом Борисовым. А иногда в чистом виде природа, как в случае с Николаем Борисовым. Или с Евгением Истегнеевым. Просто невероятная природа органика. Еще такого близкого у меня, конечно, не было. Но мне повезло, меня Табаков оставил в студии на режиссерской группе. Я был потом студийцем, в «Осоках» бегал в наших спектаклях. Иных уж не так-то долечь, это тот курс, первый табаковский курс, где была Елена Майорова. Да, ну да. Ставим бестный, Игорь, ничего. Ну мы с вами правильно, на самом деле, учились. Я на театровечественном. Да, 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 да. Вот это был замечательный курс. Потом я пошел в армию, когда все это в 80-м году погибло. Погибла идея первого курса. Сделать театр тогда, Табаков хотел, но случился Афган, 79-й год, 80-й. И к году нашего выпуска, ни о таком новом театре, либеральном, либерального направления, речи уже не шло. Нас всех распределили, кого куда, меня в Забайкальский военный окон. Вот. И что, собственно, и в таком-то смысле определило мою дальнейшую жизнь. Потому что там я начал писать, там, оттуда я вернулся уже с каким-то, ну, с какой-то биографией, с какими-то личными ощущениями сильными. Я видел мальчик из хорошей московской семьи. И вот этим кругом общения, вот этим интеллигентным застольем, а также кругом общения в Табаковской студии, на уровне от Валентина Катаева до Высоцкого окружения, которых нам приводил Табаков, понимаете? И я как-то думал, что это и есть советский народ. Вот. Советская армия меня в этом смысле перевоспитала очень быстро, дней до 10. Вот. И остаток полтора года я служил и вернулся уже в 82-м году, гордался вот уже каким-то, ну, либо сказать, поврежденным немножко. С одной стороны, поврежденной психикой, конечно, потому что армия очень сильно ломает психику. Но, с другой стороны, у меня появился какой-то личный счет. У меня появились свои впечатления от жизни. У меня появилось представление, кто я и кто я не. И я начал писать. У меня появился опыт очень сильный. И я начал писать. И, в общем, где-то уже с середины 80-х я точно понимал, что я никакой не режиссер, не драматург еще. Но в любом случае, да, я уже писал. А когда вот такое проснулось обо чувство юмора, такого уровня... Я не знаю. Про уровень я ничего не знаю. Уровень, я скажу так, когда человек может рассмешить не только родителей, а и любезную девушку. Ну, началось с того, что я обнаружил, что я могу рассмешить родителей. Ну, естественно. И первое применение чувства юмора было очень прагматическое. Я обнаружил, я был не самодисциплинированным мальчиком, и мне нагорало. А у отца довольно крутой, так сказать, деда, крутой характер. Я понимал, что, когда я понимал, что мне нагорает, что сейчас я получу, потому что я покупаю буквально, невозможно. Вот, то почему-то я знал точно, что если мне удастся рассмешить отца, то просто человек от смеха слабый. Невозможно наказать того, вместе с которым ты рассмеялся, да? Потому что смех, он делает человека добрее, и, значит, и беззащитнее в таком жизни. Вот, и я понимал, что если я от этого смеялся, то я в относительной безопасности. Вот, это было первое, это было практическое применение юмора. Потом было очень всегда смешно, мы же тебя не видим со стороны. Я тогда начинал писать, я как-то очень торжественно и серьезно к тебе относился, стихи, как полагается. Графомания такая юношеская. И я писал какой-то такой папа-производная Пастернака или Мандельштама. То есть во мне бродил читательский опыт, и я думал, что этого достаточно. Я писал какие-то пастернаки, как это было. Да, 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 вот такая пятая производная. Я что-то такое писал. И вот как раз девушка первая, пожалуй, что-то, ну, которую я предполагал, что она моя девушка, которая выслушивала эти мои опыты, она как-то так кивала головой на мои поэтические попытки, а когда я левой ногой написал какую-то сценку, какой-то диалог, и там прочел, где-то в компании все стоялся, и она сказала, слушай, а вот это вот стих, вот это получается. А я к этому совершенно не относился. Ну как, ну это... Я, вот я стих написал большой, вот я поэму написал, а это вот чудо-лик какая-то жарисовка. Но вдруг выяснилось, что именно это востребовано, что это... Случайно я попал в пальцы, в любимый, иначе ты не делаешь. Да, 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 вот этот вот в этот мир. Ага. Выяснилось, что это, это, в общем, то, что дано мне явно больше. Кроме того, читательское мое восприятие, вот мое представление о идеальном тексте было сформировано, конечно, читательским опытом, и как-то получилось так, что я... Текст должен быть коротким. Ирония, как будто это было рассчитано книгами, которые мне давали читать, и для меня идеальный текст. Вот это случилось в 14 лет, когда появился Станислав Ежелет в первых переводах, и причастные мысли. У меня был 14 лет в этом 72-м году. И я вдруг вот это ощущение, вот это идеальный текст. Три слова, четыре слова. Для меня совсем коротко. Вы его всего не известны. Совсем коротко. Вряд ли он... Мы не знаем, его никто не известен, потому что, по секрету скажу, он еще не весь не опубликован. Ну да. Я вот сейчас общаюсь с наследниками, с детьми, с сыном Ежелет, там еще рукописи, там на тысячи идет, что-то нам известно несколько сотен. На самом деле, не при честном смысле, там большие еще запасы, не освоенные нами. Ну, это лучшее из написанного лекциям. Это абсолютная вершина. И я вдруг понял, что вот эта вот короткая проза. Если проза, то Бабель. Да? Короткая. Бабель, Зощенко, Дорошевич, Аверченко. Вот эти образцы, так сказать, совсем короткие, ясные, ироничные, парадоксальные. И лекциям в этом смысле как абсолютный образец лаконизма. Давайте изъясняться кратко писалом, чтобы закончить фразу в той же исторической эпохе. Вот, понимаете, невозможная плотность мысли, парадокса, поворот, когда мысль успевает внутри одной фразы сделать сальто-морталия с пироэтом и торцем на ноги. Да? И это невозможный, невозможно высокий уровень. Очень близко к нему или вот на нем лучший гоин. Узба из дракона, да, это не народ, это хуже народа, это лучшие люди города. Вот такой вот уровень юмор, парадоксальный, успевающий свернуть твою башку за несколько секунд. Да, Шварц, это ваша любимая, что не упоминяется. Нет, разумеется, Шварц, разумеется, Эрдман. Ветка огромная. Ветка огромная русская литература. А из поэзии что ваше? Я ее очень люблю, и это такой воздух. Вы знаете, менялись вкусы с течением времени. Она вся моя. Она вся моя? Ну, вот, от Пушкина до Бродского. Я это ощущаю, это воздух, в котором дышишь, и это, если говорить о воздухе там. Ворованный, конечно, ворованный, потому что лучшее написано без разрешения. Хотя написали, что Сушкин, что Некрасов. Они писали и разрешенные стихи, и стыдились потом этого, да, и каялись. Многие писали разрешенные стихи. Но лучшее, что написано, это абсолютно беззаконно, прекрасно и абсолютно свободно. Этому воздуху очень много, и мы счастливые люди, и мы иногда не понимаем, до какой степени это счастье. Как у Давлатова сказано, какое счастье, я знаю русский алфавит. Потому что это наша поэзия, наш русский язык, это такие вершины и в таком количестве. В нашей традиции, русской поэтической традиции, ну про это пошучено замечательно у фильма «Старом доживем до понедельника». Боротынский второстепенный поэт. Да, да, да. Боротынский второстепенный поэт. Вот уровень русской поэти. Боротынский, который с большим отрывом в любой поэзии, да, огромный. Вот, и это все мое, а дальше смущалось, был период Пастернаковский, Мандельштановский и Лермонтовский. И, конечно, и Самойловский, и Левитанский, и Бродский. Бродский, это самое позднее открытие по времени. Ну, вы и Слуцкого любите его сказать. Слуцкий замечательно. Нет, это, видите, можно, я... То, о чем я говорю, можно забыть Слуцкого в перечислении. Да, вот такого размера сапасы. Огромный. Слуцкий надо думать, а не улыбаться. Ниги трудные читать, надо проверять, ошибаться, мнения не слишком почитать. Мелкие прижизненные хлопоты по добыче славы и денежат к жизненному опыту не смешивают. Русская поэзия дает, в том числе, ну, вот уже о Слуцком, формулу. Формулу жизни, которому очень трудно соответствовать, но в которой постоянно внутри себя. Они помогают держать, конечно, равновесие. А я еще хочу вспомнить еще одну сторону вашей, такой театральной. Ну, я помню, я вас впервые увидел на... То ли это был капучник, поставленный Гришей Горбичем. То ли его приветствовали с чем-то. И вы совершенно грандиозно били степ. А, нет, это, ну, вау. Что дела? Откуда вот этого? Нет, я больше занимаю, вы преподавали сандвижение и все прочее. В табаковскую студию и сандвижение в табаковской студии преподавал в милиции Андрей Борисович Рознин. И я его ученик. И потом я был его по мастериям. Я преподавал сандвижение несколько лет в Щуки и Угитесе. Это есть физкультуры. Вот. И, конечно, ну, пластика, это было мое. Это я... Я люблю джаз, и это для меня тоже воздух, который меня как-то держит. Драки бы не ставили. Драки в жизни это прикосновение? Нет, нет, никогда. Более того. Именно профессия постановщика сценических драк чрезвычайно препятствует мордобою в жизни. По биологическим причинам. Ну, есть причины этические. Я понимаю, да. Как раз, ну, у Высовского битчека полицоя с детства. Я понимаю. И есть уважение к лицу любому. Поэтому пощечина дается трудно. Хотя пару раз приходилось. Но есть и физическое препятствие, которое связано с тем, что мышцы уже обработаны на остановку кулака в сантиметре от лица. Я могу Вас, так скажем, стремительно по тотальному удалить, да, и по лизе. Но по сантиметре от Вашего лица кулак отдернется назад. Знаешь, это похоже. Этот сантиметр ни рука, ни нога не проходит. Интересно. Это, это вбито в мышцы. Это уже не на уровне уважения к человеку, а это на уровне уже рефлекса. Понимаете? Когда пару раз случались драки, то это было совершенно безнадежно, потому что я, как сказано было, сколько сражал, сколько был сражаем. Потому что я не могу пройти, чтобы сантиметр давать. Да, но вы уже не можете. Не могу. Физически не можете. Физически не могу, потому что рука многие годы, да, вот рука многие годы, вот она на то, что движение будет обратно. Продевожно. Потому что акцент в сантиметре идёт назад. Ну, конечно, конечно. Создаётся иллюзия удара за счёт стремительности, отдачи, 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 да. А здесь она останавливается, вот, в сантиметре. И с этим ничего с тобой нельзя, да и не надо. Не надо. Я как бы сказал Бабеля, скандалю на бумаге. Медиатурная такая слава пришла с деревни Гаджукино, да? Ну, слава, как говорил, уже вот вещь посмертная. И с Гаджукино никакой популярности не пришло, потому что, разумеется, никто не читает титры. Ну да, это был безвременный Хазанов. Это Хазанов. В деревне Гаджукино пришло относительно благосостояние. Потому что Хазанов, которому меня привели за кулисы, значит, из листочки в 89-м году. Хазанов, вот там была эта деревня Гаджукино. И когда я перезвонил через неделю, то я обнаружил, что я автор Геннадия Хазанова. Я так сразу расстроил плечи. Это был 89-й год, и Хазанов начал покупать какие-то мои тексты. Покупал он их в товарных количествах, желая вывести меня из нищеты. Прочитал он, наверное, каждую третью-четвертую вещи из купленных. Вот. И несколько лет Хазанов читал мои тексты. И мы состояли, примерно, треть его программы. Это было такое замечательное время. С 89-го, примерно, по 90-х. Третий-четвертый год, когда... Пятый, даже. Третий-четвертый год, когда он читал мои тексты, и мы ездили иногда вместе. Это была огромная школа. Замечательная школа. Благодарный? Я очень благодарен. Очень ему благодарен. И все, что произошло дальше, и наш, так сказать, расход человеческий, сначала политический, потом человеческий. Не вспоминать подробно, не говорить об этом я особенно не хочу. Я его страшно благодарен за те несколько лет, когда он читал мои тексты, учил собой. Да, и огромная школа, в том числе школа выступлений. Я иногда выхожу со своими текстами. Да. И, конечно, это огромная школа. Вот эти несколько лет, я найдем Казанова. Я, конечно, пожизненную глубокую. Я тоже не хотел бы совершенно, чтобы вы рассказывали о вашем рассказе, но все-таки один вот такой вопрос в этом направлении я бы хотел. Вот, имя Оль Табакова. Хазанов, вот этот вот феномен, условно назовем его Хазанова-Табакова, которые как-то при советской власти не боялись держать кутиш, пусть даже в кармане. А при нынешнем режиме как-то чего-то они... Вы знаете что, это разные, во-первых, случаи. Я понимаю, что разные. Я понимаю, что разные. Там вообще очень разные случаи. Мы так обобщаем все. Я понимаю, да. Вот говорим за Путина. Это случаи разные. А там еще есть случаи Лунового и случаи какого-нибудь Газманова, условно, там Бабкина. У нас уже другая степень. А есть еще случаи Чулпан-Хаматовой. И это совсем пятый случай, да, и так далее. Значит, это разные случаи и разные мотивы. Мне бы не хотелось их особенно обсуждать. У каждого есть своя правда, которую он артикулирует, или для своих, для оправдания, или для самооправдания. Они разные, эти правды. Мне они не кажутся, что это... Про компромисс. Компромисс неизбежен, а компромисс необходим. Дальше вопрос, что... Какие цели стоят этого компромиссу? А в какой момент это становится... Почему, кстати, при советской власти можно было как-то лучше, что называется, беречь лицо? Ну, при советской... Может быть, и так много было, чего терять? Вот я про дезалю. Может, не так много было, что терять? Меньше искушений было, да. Да, меньше искушений было, и... Сегодня произошел, к сожалению, распад, слушая систему координат. Тогда система координат-то была. Была отдельно советская власть, пропадя напрямую, и все понимали, что это просто совершенно уже напрямую, что про коммунизм уже речи не шло. По крайней мере, в моей молодости, к 70-м годам, человек, который всерьез говорил про построение коммунизма, он был либо провокатор, либо идиот. Никакого третьего варианта. Либо галимая номенклатура. И мы понимали, что есть они, есть мы. Это, в общем, было понимание. И мы были так широко представлены, в диапазоне Таганка, современник, не знаю, Ахмадульна, Аксенов, Броскин. Ну, разные круги были, но даже в дозволенном кругу, там, не говоря о Бросках, даже в дозволенном, ну, Бакуджава, да, Высоцкий, братцы мои. Ну, совершенно же неприлично. Ну, неприлично быть Грибачевым, Афроновым и Малабальдяном. Это неприлично. И была это внутренняя наша система кардиналов. Почему она еще, и почему она раз... Знаете, соль потеряла... Это у Матфея сказано, если соль потеряет силу, что сделает ее соленой. Вот соль потеряла силу. И это массовая сдача интеллигента, я цитирую, да, массовая сдача и смерть интеллигента. Это, в общем, самая ужасная, пожалуй, что произошла за эти годы. Потому что... Я уже говорил, что это сдача появилась сейчас, а не тогда... Да, она в том времени от этого он писал. Ну, тогда он писал отдельно про сущий Олефа, там, и... Да, на него про интеллигент. Угу. Это пошаговое такое крушение. Ну, хорошее, что произошло, на мой вкус, за эти, там, двадцатилетия, двадцатилетия, это массовое крушение интеллигентской этики. Потому что оно было. Мы все-таки ощущали себя некоторым... Ну, да, прослойка. Но это была... Мы понимали, что есть это мы. Ну, собственно, есть это мы. Оно существует, это мы. Работа, во-первых, в разных жанрах. Потому что она последняя вышла совершенно замечательная книжка-проза. Рептинам. И абсолютно, да, полнокровная совершенно наша проза. По всем совершенно законам, в общем, романы написаны. Вот, особенно последняя вещь, там, севенинг, состоявшийся проза. Сатирик, я бывшим занимаюсь почти тридцать летом. Потому что к нему так приклеился ерунг. Вот. Ну, ему есть скорее сатирика. Да, он действительно, ну, в принципе, конечно, он, наверное, едва ли не... Как бы, если он настоящий сатирик, такой, полнокровный, и всего, это не сегодняшний, Россия. Это, конечно, достоящая совершенно сатирика. Ну, публицистик, значит, такой, достаточно часто выраженный исторический характер. Вот. И я считаю, что он танцующий, который работает, ну, в котором подгласны разные жанры. Он какой-то доминирующий, наверное, все-таки, главный публицист-покурок, все-таки так, надо было правильно сказать. А в то время, в то время, в то время, действительно, было необычайно рейтинговое предложение. Повторяю, это было совершенно другое время было. Это был конец, значит, конец 90-х, но это была другая страна, в общем, значит, не степень. О, это были... Ну, это было совершенно. Что? У нас смотрели, это было в эфире, а часто. Нам не поступало приказ, значит, по этому мочить конкретно совершенно, но и равномерно во все стороны, значит, так сказать, в такой сонде, как дворник дяди Федя поливали. И никаких священных хороших не было. Ну, мощный, яркий и сильный гражданский конкретен. С которым он, так сказать, с ним уже видел, ничего не может проделать, да и с ним делать ничего не надо. Ну, я думаю, что, так сказать, вот, за три тысячи конкретных останутся до останьки, в общем, у него зоны отчуждения начинается. Ну, мент, значит, непосредственно после убийства Минсона, мы с ним, кстати, были, ну, что-то были там, какой-то потерянцы. Вот, я не спросил, но он сказал, что это означает, что я впервые, в общем, почувствовал, нет особенных оснований. Я поняла, что он это лишь коснулся. И, кстати, он, наоборот, совершенно не избавил, и с тех пор надо мандать должна. Ну, это, тема по-прежнему, вопрос остается открытым, потому что, если, ну, не знаю, если представлять там, ну, что угодно, то, как бы, давление, ну, так сказать, бровада в этом случае, как бы, не нужна. Но дело в том, что он много потеряется, и он сам это понимает, значит, вещая снаружи. Потому что здесь он имеет, так сказать, все моральные основания, говорить все, что угодно, находясь в бушке вот всего этого, и все это впитываясь, все это в душе. 90-е годы, да, это ваше звездное десятилетие. Ну, все-таки, до какой степени вы 90-е противопоставляете? 2000. На какой степени видите их? Ну, конечно, у нас очень, и то, и другое, безусловно. Безусловно, в общем, появился на распаде, да, на поражении либеральной идеи, на деградации и дискредитации либеральной идеи, которая была... когда упору в 90-е, не рукотворный, это сами либералы, где-то искрентировали, да, потому что все символы и все знаки наполняются содержанием. И слово либерализм, демократия, когда оно ассоциировалось с Сахаровым, с Афанасьевым, Рыжовым, тогда межрегиональной депутатской группой, с диссидентами, да. А потом оно стало ассоциироваться с искусством. Не по примеру. Да. С вороватыми, с губернаторами, да, с просто ворами. Вороватые – это не глупые, да, это просто воры. Вороватые – это другое. Вороватые, да, с ворами, губернаторами, да, с дикой демагогией, с абсолютно антисоциальной экономической политикой, да, с вранзем, с наглостью, да, с просто братвой под либеральными логами, просто братвой. В такие девяностые символизировал Кусин Владимир Владимирович времен своей работы в Сморе. Срочный насмерть «Самбурская преступная группировка». Вот этот Вова при, да, при этом, при другом Вове, да, Парсукове-Кумане, вот это вот блеклые, блеклые, незаметные, вороватые демократы за спиной, вот так сказать, точнее говоря, а за их спиной просто братки, которые все эти муруют. Вот это и закончилось, вот это и закончилось обрушением в России либеральной идеи. Слово «либерал», слово «демократ» стало ссоциироваться с негодяями и ворами, которые довели до несчеты. Огромную часть населения, да, с мысльностью ложной. И поэтому это рухнуло. А так, когда это рухнуло, выяснилось, что социальная справедливость и восстановление закона символизируется тот же Вова, который вдруг вспомнил про погоны свои лубянские, который вдруг вспомнил про империю. Тот же перелицовавшийся, перешитый Вова стал символизировать новые, крепкие, холодные, государственные времена. Тот же самый Вова. Это такая история подмигнула, не смехнулись. Для меня абсолютным закаменением этой истории стал Ноздольский, а потом Бесслан. Это было в чистом виде политическое убийство. Просто эти дети, вот, у Слани были приняты в жертву политической фигуре Путина. Была альтернатива, появился Масхадов, можно было переговаривать, можно было попытаться спасти. В этой студии. Но это означало, это означало появление Масхадова в политическом поле. Означало политическое поражение. Причем это же было лично исправление Путина. В этой студии Андрей Николаевич Иларионов, в ту пору советник Путина, впервые рассказал, что они вели эти переговоры. Путин лично сказал. Да. Путин дал отмашку на гибель этих детей во имя того, чтобы Масхадов не стал политической фигурой, во имя своей политической поднятии. И под это дело потом просто отменил выборы, и просто зачистил пространство. В одном из недавних интервью сказали, что Вас из страны полномерно выдавливают, не давая возможности... Не меня одного. Не меня одного. Не вас одного. Не давая возможности для выступлений, для комиссионов, закрывая одно же домой. Вы видите такой вариант, при котором Вы из страны будете? Да, разумеется. Я, в отличие от великих стойков уровня Новодворской, я не давал никаких клятв, и не могу давать никаких клятв, я чрезвычайно привязан к радостям жизни, и совершенно не планирую, так сказать, ложиться на алтарство, неведываясь. Но при этом Вы же очень смелый человек. Я не уверен, что я смелый, я думаю, что я... Ну, вон сколько наездов все-таки. Понимаете, это... Ну, не знаю. Не знаю. Скорее можно говорить о каких-то интеллигантских предрассудках. Я все время цитирую Монтей, но слушает мне вещи наше отношение к ней. Любимая цитата. Отношение мое к этим вещам такое, что что-то меня заставляет возвращаться. Хотя, конечно, работа уже давно снаружи от лекционной деятельности, концерты. Да. Конечно, это все снаружи. Телевидение. РТВА, да. Все снаружи от России, разумеется. Ну, еще раз. Я... Это... Знаете, вот, возвращаясь к театральному... Угу. Ну, я и говорил уже об этом. Есть такое замечательное театральное слово органик. Да. Да, с которого начинается театр. Вот просто способность быть собой. Вот ничего не играя, никакого Гамлета, ни Сестер Прозовых. Вот выпей чай, посиди, да. Закури, свими пиджак, одей пиджак, войди, выйди. То, чему учат на первых курсах. Угу. Просто научись органично себя вести. Научись не видеть зрителя. То, чему учат вам видеть и презирать камеру. Вот она вот тут будет, а ты занимаешься своим делом. Четвертая сена. Четвертая сена, да. И презрение к камере. Да. Не к тюремному. Ха-ха-ха. Тое, которое... Которое снимает. Это очень... Вот, я стараюсь этому соответствовать. Я стараюсь не думать о том, как я буду. И собой вы сможете быть только тут. Я стараюсь не думать о том, как я выгляжу со стороны. Я стараюсь не примерять на себе никакие роли. Я стараюсь быть органичным. Я стараюсь делать то, что мне хочется делать. Мне хочется уехать отсюда. Иногда хочется. Иногда. Отчаяние. Отчаяние. То есть минуты... Ну, разумеется. Разумеется. Отчаяние, так сказать, думаешь, что. И потом, чем это переламывается? Ну, потом. Нет, что переламывается. Я повторяю. Ну, есть место самоигрывается. Только у нас есть место моей силы. Я очень люблю Нью-Йорк, Париж, там, Берлин. Замечательные места из Одессы. Очень много мест есть на земле, которую я люблю. И в которой я уже прижился. Я там часто бывал. И там тоже есть любимый Москва. Много маршрута. Но... Место моей силы, конечно, Москва. Именно Москва. И мне надо прогулаться. Я вот... Прогуляюсь по этим маршрусткам. Мне... Мне там хорошо. Это мое место. Это мои... Мои пейзажи. Это абсолютно ностальгическая вещь, которая не имеет никакого отношения к убеждению. Потому что вот я вот тут буду, не уеду. Нет. Я стараюсь жить так, чтобы, извините, просто мне было в радость. Вот мне в радость. Ну, так. А там посмотрим. Замечательно. Вот, по-моему, на такой... Ноте... Ноте... Надо заканчивать этот замечательный разговор. Ведь спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Виктор Шендерович. Литератор, публицист, звезда театра, кино, телевидения, радио. Очень смелый человек. Точка... Как вы сказали? Точка... Место... Место силы. Место силы которого Москва и Россия. С вами был Реонид Велихов. Всего вам доброго. Мы встретимся на том же месте в тот же час через неделю.